Добро пожаловать на мою страничку. Всем спасибо, кто посетил и подписался. Двигатель 4, 2 дизельный 385 лошадиных сил, автоматическая коробка передач полный привод машина 2015 года выпуска. Салдон как салон, но понятно, что в коже, на высоте, там вроде на каенах есть седла помоднее, но эти нормасные, в общем, мне нравятся. Не понимаю, почему у нас пневма очень редко встречается, хотя общался с владельцами с России и других стран, и там мало машин без пневма, причем, как я понял, доплата при дооснащении всего-то была 1600 евро. Как помни, зачетная функция, как, например, V-Basta, зато, блин, заказали вышивку на подголовниках, секундомер на торпеде, в общем, имеем, что имеем, пользуемся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, что имеем? 21K INSPORT CLASSIC BLACK 10GX 21 550 5х130 Оригинальный 21 и 21AMR 7P5 601 025 BFD Шины Pirelli Pizero 295 35 R21 107 VY, практически новые. Датчики давления я докупил отдельно. Рискованно, конечно, но красота требует жертв и осторожности. Тем более, 19 диски как-то вообще не смотрятся на этой машине. ВИНТЕР МОД 2 ВИНТЕР МОД 2 Осторожности АТМЕНКО ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... На выходных ездил в Одессу за долгожданной посылочкой, очень давно хотел поставить расширитель арок, как у GTS, на самом деле, до покупки машины не думал, что эти немцы могут зажмотиться и выпускать машины с недуарками и с расширенными арками, причем при заказе простые стоят на 30% дешевле расширенных, ну да ладно. Особенно их не хватает при больших дисках, после установки 21 дисков они стали в равене с арком и крылом, и точно стало казаться, что от чего-то не хватает данному автомобилю. Продолжение следует... Выбор цвета, не знаю, на замену цвета шел с мыслями о замене на красный и Ленардо Грей. Мне предложили еще кучу разных матовых, от зеленого до белого, но решил делать в цвет RS концерна Volkswagen Audi. По мне, не знаю, все гениальное, просто он изысканен и красив именно своей простотой. Но в то же время он не будет смотреться на простом, например, в Гольфе или Фабе, должна быть изюминка у машины это RS или M серии машина, в общем все такие непростая, пересмотрел кучу фото. Продолжение следует... Пока происходило клейки обширных площадей, надо было отдать на покраску структурный пластик, а его, как оказалось, немало этой части бамперов и заднего и переднего и листва с дверей. И спойлер задней двери, так как пленка клеится только на гладкую поверхность глянцевую, плюс решил сделать шедлайн надписей, что находятся на крыльях и задней крышки багажника. Так как уже хром никак не подойдет к новому цвету автомобиля. Купить черные надписи можно, но по цене не гуманно. Каждая надпись в районе 100 долларов США, а это каждая надпись дизель, их два Porsche и Cayenne, а буква S черной просто не бывает, цене у дилера вообще потолок. Чуть ли не за 1500 евро за них, в черном варианте и снова кроме буквы S, хром сняли хлорным железом, нанесли грунт, покрасили и наклеили двусторонний скотч. Перевоплощение Нарда Грей, финишируем. Заодно решили сделать глубокую полировку фар и покрыть защитной пленкой Сантех. Поставили расширители новые от GTS, но машина уже стала на этих расширителях. Интереснее намного, зеркала сделали в цвет Shadow Line окон. Рейлингов в черный цвет, задний бампер сложен не только размерами, но и мелкими частями на которые он разбирается и кучей мелких, дорожек, углублений и так далее. В начале мастера предложили нижнюю часть заднего бампера. Что было в структуре покрасить и оставить просто в черном глянце. Но я настоял и решили делать под GTS, где все в цвет кузова практически так должно выглядеть лучше и эстетичнее. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Хром, его как и все хромовые обувшемии элементы решено было красить в черный глянец. Субтитры сделал DimaTorzok Черные насадки выхлопной системы Приветствую всех, кто зашел на мою страничку. Подписывайтесь, оценивайте. Субтитры сделал DimaTorzok